В одном из самых больших концертных залов столицы, во дворце Эстеклол, состоялся гала-концерт первого музыкального телевизионного проекта «Взор-зор-стар». На одной сцене все десять участников исполнили лучшие номера предыдущих отчетных концертов. Спели, ставшие уже хитами свои авторские песни, выступили со звездами узбекской эстрады. Конкурс, организованный молодежным брендом «Зор-зор», торговой маркой «Билайн» и фондом «Форумом», за три месяца стал одним из самых рейтинговых телевизионных проектов. Это было неизгладимое впечатление, это просто было очень масштабное мероприятие, и вообще я вот за живую музыку, даже в Европе, даже на российской эстраде мы редко когда встретим живую, качественную музыку. А сегодня мы слышали действительно был праздник музыки. Стоит отметить, что данный проект был направлен на поддержку талантливой молодежи. Каждый из участников прошел школу обучения в «Зор-зор-академии», где известные деятели искусства и культуры давали уроки и мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, психологии. Победителя телепроекта «Зор-зор-стар». После музыкальных номеров началась церемония награждения. Семеро конкурсантов, не дошедших до финала, получили дипломы участников проекта из рук постоянного члена жюри всех отчетных концертов, актера и музыканта Джахангира Пазылджанова. Финалисты получили призы и статус «Звезда одноклассников» от сайта одноклассники.ру. Этими призами их наградил руководитель департамента по связям с общественностью компании «Венгелком» в СНГ Артем Минаев. Приз же от сети «Одноклассники» получил обладатель самого голливудского сценического имени на проекте – Оскар Джалилов. Спасибо всем, кто его организовывал. Это был колоссальный труд и все-таки грандиозный проект в плане телевидения, я же участвовал. Ну а так вот, болели, конечно, за всех, все ребята молодцы, все выложились. Даже не скажу, что вот кто-то был любимчиком. На галоконцерте зрители узнали имя победителя проекта, определившегося по результатам финального СМС-голосования. Им стал Улухбек Халиков. Это стало неожиданной победой для меня. Я до сих пор поверить не могу. Спасибо, что поддержали меня, что дали возможность стоять на этой сцене. Второе место заняла Шахло Ахмедова. Третье – Яна Бахтеева. Кроме того, концерт преподнес зрителям и самим участникам еще массу приятных и неожиданных сюрпризов. Конкурсантов и их болельщиков на сцене Дворца Истыклу поздравили организаторы и партнеры проекта. И, конечно же, почетный член жюри, председатель попечительского совета фонда форума Гульнара Каримова. Это первый шаг для того, чтобы не просто шагнуть в профессиональную жизнь для них самих, но и сделать первый шаг на этой уже достаточно заслуженной сцене для звезд петь вживую. Потому что это другие ощущения, это по-другому поет душа и для зрителей, даже для самых больших дилетантов. Это по-настоящему творческий вечер и по-настоящему праздник. Я хочу сказать огромное спасибо вам за этот праздник. Они очень долго работали. Я хочу сказать большое спасибо преподавателям, инструкторам, учителям. Они все стоят за кулисами, все переживают. Хочу, чтобы эти аплодисменты они услышали. Спасибо вам большое. В качестве главного приза Улахбек Халиков получил съемку одного видеоклипа, запись сольного альбома и пять лет контракта с продюсерским центром. Ну а все подробности о концерте и о ярких выступлениях смотрите на нашем канале 14 июня.